так мы закончили на здесь это да вот здесь вот здесь Хаец, да, хаец, ле, 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 ма, ле, ма, а, хол, ле, ма, халь, ле, ма, халь, поскольку это ударный слог, то комодцы это а. В, х, хи, утах, тава, ха, ху, 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 так, ху, ху, ту, точно нет. Субтитры сделал DimaTorzok Звучит музыка. В Ватиках. В Ватиках. Ми фи ре. Ми перьо. Ми перьо, да? Ми перьо. А, точно, две точки. Ми перьо. Ватик. 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 Вао... Вах... Ваохал. Войохал. Войохал. Корень Реш Алиф Хей, там вначале это женский род. И увидела жена, женщина, которая, что, что хорошо, что дерево хорошее ему? Да, что хорошо дерево, ламахаль, съедобное, да? Да, в пищу, в еду. Хорошо, для еды. И что? Таава, это вожделение, страсть. Она, да? Или его? Оно, дерево. Он, да? Наем? Наем? Наем. Наем. Нехмад. 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 Пиятна. Пиятна. Для понимания. Ватика. Ватиках. 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 Да, это корень лаках. Ватиках и взяла. И взяла. И взяла. Ми пирьё. Ми пирьё. Плод, да? Пры, это плод. Пирьё, это его плод. Ми пирьё, от его плода. Ага. Он его плода во то... это шар и села, да? Да. И села во татен. Ватика. 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 Идала. А, и идала... Гам, это. Так же? Это человек или муж. В данном случае это муж. Лаишах – своему мужу, ее мужу. Вот это хет в конце показывает, что своему, да? Хей, да. Ва в конце – это его, а хей с точкой внутри, с мопиком, которая по теории должна произноситься – это ее. Ишаах – ее муж. И поел. И дала также и мужу своему с собой и поел. Угу. 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 И. Угу. Угу. Зналисты. Штон. Эй. Так. Энру. Энру. Ээнрумин. Эээррумин. Тоже множественное число, наверное. Да, множественное число. Обычно юд пишется, но бывает такое, что только точечка, а юды нет. Тем не менее множественное число. Да, нагия. А, нагия. Что они, нагия. А, то есть и прилагательные тоже на им заканчиваются, да? Да, да. А, да. Хэм, это нам какой-нибудь предлог или предстоятельство? Они, да? Ага, они. Они вои... Что-то с плодом. Нет, нет, нет. Тоже такое обманчивое сходство. Это здесь тав коренной, корень тафар, означает шить. Боит перу, исшили. А, исшили, да. Исшили... Так. А, ла... А, ле... А, ле... А, ле... Себе? Нет, ле – это лист. Листь. Листья. Смоковницы. Листь в единственном числе. А, ле – это она. Листь смоковницы. А где я встречал, что там одежда кожаная или это в другой слове? Это будет дальше. Это чуть попозже. После согрешения уже. Сделали, да? Да. То есть это всегда показатель множественного числа прошедшего времени? В глагольной форме, да. Это множественное число прошедшего времени. То есть, конечно, будущее. Будущее, которое переворачивается в прошедшем. Хотя, собственно говоря, да, в настоящем прошедшем там тоже во множественном числе будет у. Прошедший – это асу, асу, будущее – я асу. Лахем – да, они, да? Их. Лахем – себе. К ним. Да. Хагород. Хагород – не знаю точно. Пояса. Хагород – пояс. Пояса. Действительно, казалось бы, здесь лист был бы уместен на множественном числе. Ну, в общем, по грамматике он все-таки единственном числе. Не знаю, может быть, имеется в виду собирательное, но, в общем, по грамматическому. Ну, фиговый лист, он же большой, насколько я помню. Ну, он, конечно, большой. Он большой. Но если прямо-таки пояс нужно из него сделать, то все-таки его маловато, я боюсь. Угу. Угу. Да. Вааа. Ну, понятное дело, это источник выражения фиговый листок. Угу. Ну, по-русски это вообще выглядит, как слышится, как что-то маленькое. Угу. Угу. Ну, да. Ну, значит, хагород, в общем, пояса тоже, как бы, они немного прикрывали. Угу. 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 Господь Бог? А как понятие, напомните, когда переворачивается? Правило такое, что огласовка читается до согласной, только когда это огласовка «патах», то есть горизонтальная палочка. Есть еще другая огласовка для А, скажем, ХАДАМ, называется КАМАТ. Это относится только к «патаху», и только если это гортанная буква, которой кончается слово. Гортанная в этом смысле – это АХЭТ, АЙН и ХЕЙ, в котором стоит на пик. Но при этом АЙН все равно не произносим, поэтому это вопрос теоретический. ХЕЙ с МАПИКом в разговорной речи тоже не произносится, хотя при чтении Тора его произносят, и там это важно. И, в общем, самый главный случай, распространенный, который проявляется в разговорной речи – это именно ХЭТ с «патахом» в конце слова. – А вот как еврейские дети без огласовок читают? – Ну, а как китайские дети читают? – Ну, научаются. – Ну, а в школе-то учат вначале с огласовками все равно или уже сами? – В начальных классах с огласовками, я, честно говоря, не знаю, надо будет детей спросить, когда перестают огласовывать тексты. – Ну, то есть все-таки есть какие-то послабления для детей? – Ну, конечно, когда начинают учить, то учат с огласовками, но довольно скоро от них отказываются. Какого имя класса – не знаю. Спрошу у детей – скажу. – Так. – Где у нас? – Леруа ХАЙОМ, да? – Леруа ХАЙОМ. – ХАЙОМ. – ВАЙИТЕ КХАБЕ – ХАЙОМ. – ХАЙОМ. – ХАЙОМ. – ХАЙОМ. – ХАЙОМ. – ХАЙОМ. И что? Так, Ваишмеу, это тоже, нет, услышал, да? Услышали, может, значит, что. Да, точно. И услышали, не от, а, а, это, извините ли, конечно, от, коль все, да? Голос, коль это через каф, через куф и слава, это голос. Голос Божий, Господа Бога, не знаю. Митхалех, это идет, митхалех, это возвратная форма, то есть, скажем, тело прогуливается. То есть, возвратная форма, как это имеется в виду? А сам идет, то есть, когда? Ну, часто, но не всегда это переводится на русский глагол, которые кончаются на ся. Скажем, рухец моет, митрахец моется. Ну, да, идет, прогуливается, ну, в принципе, да, понятно. Примерно так, да. Беган или баган, это разница в том, есть определенный артикль или нет. Байт, значит, есть. Баган, это как будто бэхаган. В саду. А, точно, в саду. Руха. Руах, точно, что я. Руах, то есть, к духу. Значит, что такое руах? Это, значит, дыхание. Дыхание, ветер, направление. Многозначное слово. В направлении или по ветру. Направление. Днем? Да, дня. Ветер дня, направление дня. спрятался это тоже до возвратной а возвратность чем определяется в начале это может быть хит-мит-ид в зависимости от времени вот что значит здесь это мид мид это настоящее время гид это это будущее время основное такая такая приставка из двух букв вторая из которых дав а первая зависит от времени мужчина то есть то есть то есть то есть женой и его жена и его жена так вот буквально от лица на от лица господа бога это внутри или посреди посреди это же дерево дерево да а деревьев сада ну да можно это понять как это сыграть смысле посреди деревьев сада или более буквально смысле внутри дерева сада так и так давайте на этом закончим спасибо добрый вечер вам тоже спасибо до свидания до свидания спасибо Продолжение следует...